Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я Лилия Талипова и мы начинаем. Патриотическое воспитание молодежи. В КФУ прошел слет кадетов. Мусоросжигательный завод в Казани. Нужен ли он? В Казанском федеральном университете состоялся третий слет кадетов Следственного комитета Российской Федерации. Данное мероприятие ежегодно проходило в различных регионах России. Его цель – патриотическое воспитание молодежи. Решение провести слет в Казани было принято из-за высокой значимости, как ее, так и Татарстана в целом. Подробности смотри далее. 30 марта в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная часть третьего слета кадетов Следственного комитета Российской Федерации. Мероприятие началось в минуту молчания в память о погибших при страшном пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Участниками третьего слета кадетов Следственного комитета Российской Федерации стали более 200 человек. Участники четырех образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации, профильных кадетских классов, а также преподавателей и представителей следственных органов. Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, я так как отвечал, что только из них усилия мы сможем вырастить в поколение, которое знает свою страну и чувствуется причастность к ее судьбе. И что воспитание в настоящее поколение, для этих моделей, это основа уверенного развития страны. Одной из таких форм воспитания являются коалицкие корпуса и почвенные коалицкие классы Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня эти образовательные организации в полном мире отличают всем требованиям нашего времени. Все были организованы на самом высоком уровне. Это осващенные новейшие техники и комитетные классы, для этих спортивных и тренажерных залов. А самое главное – это творческий коллектив педагогов, главная задача которого – готовить вас к ответственным государственным службам. В этом году след было решено провести в столице Татарстана с учетом высокой значимости республики не только в истории России, но и в ее современном развитии. Выбор нашего университета в качестве площадки для проведения этого торжественного мероприятия, я полагаю, не случайно. Наш гост был основан в 1804 году согласно указам императора Александра I, паттер, который вы видите на стене перед вами, и является старейшим после московского университета непрерывно существующим учебным заведением России. Следственный комитет успешно реализует проект воспитания молодых кадров будущих следователей правоохранительной. Большинство из сегодняшних кадетов после получения высшего образования выберет интересную, благородную профессию юриста и будет работать с следователями. Развитие кадетского движения – значимый шаг в деле становления физически здорового, морально выдержанного и духовно крепкого поколения молодых людей. В республике Татарстан данное направление также имеет свой потенциал развития. Принята концепция развития кадетского образования на 2017-2020 годы, в рамках которой свою деятельность осуществляет 15 кадетских организаций, где обучается 4188 кадетов. В ходе мероприятия были вручены наградам чиновникам и сотрудникам следственных подразделений. Ректор Казанского федерального университета был награжден благодарственным письмом Следственного комитета Федерации. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет посетил генеральный директор научного журнала Digital Science Russia. В программу визита Игоря Осипова вошла встреча с сотрудниками библиотеки имени Лобачевского и учеными КФУ. День открытых дверей Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета прошло 30 марта. В рамках форума «Время кино» в Казанском федеральном прошел мастер-класс редактора программы о кино Первого канала Марина Коблевой. Подробнее обо всех этих новостях редакция университета расскажет в следующих выпусках. Олег Ашин, Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, университет. Необходимо ли строить мусорожигательный завод в Татарстане и какие проблемы он сможет решить? Многие ответы на вопросы волнующие россиян можно будет получить из репортажа Анны Глазуновой. Многих россиян уже давно волнует вопрос пользы и вреда мусорожигательных заводов, а также что делать с большим количеством отходов. Произошедший недавний инцидент в Волоколамске Московской области всколыхнул общественность и дал повод еще раз задуматься об этой проблеме. На мусорном поликоне Ядрово-Волоколамске сейчас объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вот то, когда горит полигон, и почему-то об этом никто никогда не задумывается, да, это тот же самый процесс, как происходит горение в печи. Но там нет никакого дожигания и нет никаких фильтров. И вот когда полигон горит, это все выбрасывается в атмосферу в таком необработанном бесконтрольном виде. И это гораздо большая опасность, чем если бы работал мусорожигающий завод. Жители Волоколамска уже с прошлого года пытаются доказать, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. 3 марта они провели в городе массовый митинг, который в итоге и заставил власти перейти к экстренным мерам. В городе практически невозможно дышать, запах помойки распространяется повсюду, комментируют жители. Похожая ситуация была и на Самосыровской свалке, что недалеко от поселка Константиновка. В 2008-2011 году горела Самосыровская свалка. Ведь город задыхался. Но это не дошло до того еще, что происходит сейчас в Волоколамске. Там идет выбор свалочных газов. Что такое свалочный газ? Это сероводород и меркаптанты. Это по сути боевое отравляющее вещество. Своевременно закрыли Самосыровскую свалку. И сейчас там до конца проводят работы по рекультивации свалки. Вопрос о строительстве мусорожигательного завода в Казани и ближайших районах тоже очень остро волнует жителей. Предполагается, что его построят в Зеленодольском районе в поселке Осинова. Общественные слушания о строительстве завода пройдут в июне. Сначала его планировали построить в Елабуге, но жители выступили против этого. Сейчас таким решением недовольные жители Осинова. Они составляют петицию. Считают, что это крайне неблагоприятно. Скажется на состояние окружающей среды и нанесет непоправимый ущерб здоровью настоящего и будущих поколений. Всему миру работает полторы тысячи мусорожигательных заводов. Причем опыт этой работы настолько хорош, что наиболее такие интересные заводы стоят в центрах городов. Можно ради примера брать Вену, Лондон, Берлин, Токио. В мае президент Атарстана Рустам Миниханов заявил, что мусорожигательный завод не будет ничего загрязнять. Наоборот, современный завод строится для того, чтобы утилизировать все отходы и не нанести никакого вреда, считают эксперты. Сами по себе мусорожигающие заводы, если они грамотно построены, если они правильно эксплуатируются, не представляют опасности для окружающей среды. Для того, чтобы рассуждать о теме пользы и вреда, необходимо понять проблему образования отходов и систему обращения с ними. Для того, чтобы образующиеся отходы не наносили вред окружающей среде, должна быть реализована целая система обращений с отходами. Мы должны меньше брать ресурсов из окружающей среды и должны меньше взамен полезных веществ окружающей среду выбрасывать этих отходов. Также необходимо заниматься сортировкой мусора, чтобы некоторые отходы можно было переработать. В поток отходов входит огромное количество полезных веществ. То есть они по химическому составу, такие же в точности, как исходные продукты. Поэтому их можно вторично использовать. Это бумага, стекло, текстиль, пластик, металлы и так далее. Органическая фракция, размещаясь на полигонах, гниет, горит, а ее ведь можно излечь. После того, как все полезное изъято, нужно выбрать следующий путь решения. Либо мы можем это отправить на полигон, увеличивая площади полигонов, либо мы можем отправить это на мусоросжигающий завод, в котором мы утилизируем эти отходы с получением энергии. Если у нас будет грамотно выстроена вся цепочка, тогда мы можем добиться минимального влияния на окружающую среду отходов, которые образуются. В Осиново планируется построить завод, который по уровню экологической безопасности будет относиться к объектам последнего поколения. За основу будут взяты технологии завода японской швейцарской компании «Хитач Зоусен Инова» проектной мощностью 550 тысяч тонн в год с выработкой 55 мегаватт электроэнергии. На этом заводе собираются утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов, вырабатываемых жителями Казани. Город Казани относится к достаточно крупным городам, это почти полтора миллиона населения, и вырабатывается в день 2,5 тысячи тонн мусора, а в год порядка 650 тысяч тонн. Строительство мусоросжигательного завода планируется начать в октябре 2018 года. Ожидается, что завод должен быть сдан в декабре 2022 году. Анна Глазунова, Леонар Девлитяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!